приветствую вас мои орхо друзья в этом видео я хочу поделиться с вами своими ощущениями и эмоциями которые я испытала попав на рынок орхидей и других экзотических растений которые находятся в таиланде в банкоке этот рынок называется чатучак здесь собрано огромное количество цветов которые выращиваются на территории таиланда местные фермеры приезжают сюда в среду и в четверг и выставляют свои произведения искусства сначала я хочу показать вам немного разных экзотических растений которые я здесь встретила конечно же у меня было непередаваемое количество эмоций когда я сюда попала потому что попасть на такой рынок мечтает каждый цвет любитель цветов не только орхидей но а что уж там говорить об орхидеях которых в россии таких рынков отродясь не было бывают выставки конечно но а таких ценах какие увидела я здесь российские жители могут только мечтать и видеть в самых своих прекрасных снах огромное количество я здесь 3 плохой тилансий декоративно-лиственных растений декоративно цветущих растений просто на любой вкус и цвет адениум и водные кувшинки или как они называются лилии водные то есть просто все что душе угодно в цветочном бизнесе здесь присутствовало а также очень много растений которые я даже никогда в жизни не видала и все это по совершенно немыслимым ценам которые казались мне смешными и я несколько раз переспрашивал действительно ли это столько стоит насекомоядные растения здесь встречались мне ну и конечно же мои самые любимые это орхидеи 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 огромное количество орхидеи на любой вкус и кошелек от совершенно дешевых вант которые были навалены огромной горой просто по ним люди ходили по бокам наступали на них мне было их так жалко это видео я сняла но случайно удалила его так сожалею об этом что не смогла показать вам эту гору орхидеи просто которые валялись посреди лавки и хозяин так вот небрежно к ним относился они стоили от 20 до 100 бат в зависимости от вида то есть огромную куст ванды можно было купить за 20 бат причем с цветами можно было выбрать цветы из той горы орхидеи я спасла один ринха стилис который стоило 40 бат я себе его выбрала чуть позже покажу вам его ну вот адениумы девочки кто любит адениумы и мальчики посмотрите пожалуйста какой большой ассортимент и стоили они от 80 до 250 бат а также посмотрите какие неимоверные кувшинки я себе купила одну сиреневую кувшинку постараюсь посадить его мне эту ее это мне очень интересно и выращивать летом в азия в саду смотрите телансии по 5 бат всего лишь один росточек стоил я взяла себе два за 10 бат он не отдал еще два в подарок но дендрофаленопсис это вообще не обсуждается здесь их был просто невероятное количество также вот посмотрите телансия все виды телансии какие я знаю здесь присутствовали ну и конечно же вот это вот . с котлеями меня вообще поразила я бродила там не знаю полчаса наверное эти котлеи разглядывала я очень люблю котлеи здесь их было невероятное количество и во фласках и миниатюрных видах и в цветущих и не цветущих то есть можно выбрать было совершенно любой экземпляр на любой вкус и любую потребность цены здесь были не маленькие потому что видно серьезный поставщик которые очень внимательно относится к гибридам к определению сорта и так далее то есть здесь можно было полностью быть уверены что пересорта не будет я с ним разговаривала он очень там щепетильно относится к наименованием сортов посмотрите какое разнообразие гибридных котлей я всех разглядела запах стоял невероятный в этой лавке просто все котлеи пахли и вот это котлея посмотрите обратите внимание какая невероятная котлея запала мне в душу я прям так жалею что не купила ее она стоила 800 бат она была самой дорогой из всех присутствующих котлей и вот она какая красотка не могу просто так жалею что не взяла ее мне показалось тогда что она очень дорого стоит но посудите сами потому что некоторые котлеи стоили 80 90 бат а это котлея стоило 800 бат а сейчас когда я вернулась в россию же я понимаю что 800 бат это все равно очень дешево для котлеи такого формата такого цвета невероятно просто но ничего страшного я уже успокоилась конечно же таиланд славится своими гибридными орхидеями но встречались мне некоторые лавки в которых я встретила наименование с бирками орхидеи и было приятно удивлена этим смотрите такое миниатюрный фаленопсис я обратила внимание что чем миниатюрные орхидеи здесь тем она дороже стоит посудите сами вот эти вот огромные орхидеи которые висят стоили не так много но 100 200 бат ну 300 максимум а вот смотрите вот этот клуб 400 а вот этот вообще бульбофилум 600 бат стоит но его для сравнения трихоглотис который стоил 80 бат огромный прекрасный экземпляр ну а здесь мне посчастливилось повстречать огромные цветущие гибридные ванды которые невероятных расцветок всевозможных просто огромное удовольствие ходить и разглядывать вот эти вот яркие сочные радостные экземпляры ванда я вообще считаю одним из самых удивительных видов орхидей потому что их корни могут расти просто в воздухе без субстрата как у нас продают их в магазинах в огромных вазах так они у меня дома и растут и прекрасно себя при этом чувствует поэтому ванда для меня имеет такое таинственный образ связанные с джунглями тропическими ливнем фильмами типа индианы джонс которые я насмотрелась в детстве и с детства у меня есть такая мечта несбыточная но сейчас я уже думаю что она может когда-нибудь избудется побывать в южной америке в джунглях амазонки и посмотреть как там растут растения вот так вот когда сбывается одна мечта а попасть на рынок орхидей в бангкоке я мечтала очень долгое время так вот когда сбывается одна мечта мы сразу начинаем мечтать о чем-то больше так мы устроены но и скучно жить без мечты но это все лирика что-то я отвлеклась давайте продолжим исследовать рынок чатучак на предмет орхидей ой смотрите какое интересное экзотическое растение не знаю как она называется огромный цветок просто такой алый очень по хорошо здесь я встретила катасетумные растения я одно время очень увлекалась катасетумами потом как-то не поднадоели и я перешла на другие виды орхидей но посмотрите здесь просто огромное количество гибридов здесь были гибриды катасетумов цикнодосов цикночесов коловезий и так далее в общем морковных товарищей и большинство из них вывел фред кларк знаменитые в своем питомнике здесь видно тайцы просто взяли размножили эти гибриды даже фотография они используют фреда кларка цены обозначенные на этих орхидеях совсем немалые но тайца хорошо уступал я купил у него одну клавизио вот такую гибридную и на ней была цена указана 400 бат и купила я ее за 200 в два раза в общем меньше от указанной цены тайцы очень хорошо сбавляет при торговле главное очень мило улыбаться при этом тайцы очень любят когда люди им улыбаются они улыбаются в ответ сразу идут на контакт и хорошо торгуются посмотрите здесь еще были представлены у этого же тайца огромное количество фласок в которых одной в одной из которых было котлея давиана мною так любимое и который я так хочу вырастить и зацвести котлея давиана во фласке было 40 экземпляров то есть 40 саженцев там было и фласка стоила 2000 бат но я думаю торговаться за тысячу можно было вот то есть на наши деньги 2000 рублей стоило 40 растений из фласки представляете какой бизнес можно сделать вырастить эту фласку но за сколько года за 34 они вырастут до среднего размера уже ближе к цветению готовых и продать но шикарный бизнес но пока что я не решилась на это может быть когда-нибудь я и решусь пока я не готова к такому бизнесу но смотрите здесь еще очень много дендров всяких разных было вот в этой точке фрагмипедиумы бульбофилумы башмаки какие-то еще невероятные орхидеи которых я даже не встречала ни разу и все это 30 40 50 бат ну смешные цены конечно же очень все меня привлекало очень хотелось что-нибудь купить но я себя держала в руках так как однажды я позвонила домой а свои орхидеи которые есть у меня а у меня их слов сказать больше трехсот штук я оставила поливать своей маме ну и когда я звонила домой мама мне сказала тани я поливала твои орхидеи три часа не покупай пожалуйста больше ничего но я конечно же как послушная дочь следовала наказу своей мамы и держала себя в руках купила всего лишь две орхидеи на этом огромном рынке с таким огромным выбором просто ну и я молодец я честно сказать после того как я нагулялась и здесь меня уже тошнило от орхидеи до когда у кого нибудь когда-нибудь такое чувство когда тошнит от огромного количества орхидеи вот я его испытала здесь находясь на рынке чатучак но тошнота быстро прошла стоило мне только выйти с этого рынка и направиться в метро к слову сказать рынок находится в бангкоке а мы же в паттайе и добраться сюда в бангкок из паттайи было для меня серьезным испытанием так как это не так просто в незнакомой стране не зная тайского языка найти автобус найти станции метро на которые мне нужны найти аэропорт из которого отправлялся автобус в общем очень конечно интересно но я же еще та лягушка путешественница я люблю трудности особенно если за этими трудностями следует достижение мечты вот посмотрите обратите внимание вот эти ванда стоили по 50 бат то есть 100 рублей цветущие экземпляры очень интересные гибриды видно вот в предыдущем присутствовала ванда дениса не она а вот это гибриды с какими-то айра и без ами очень пахучие вот эти вот мелкие гибриды запах стоял вот в этой лавке просто обалденный ну и говоря далее моем путешествие на этот рынок я теперь могу сказать что мне не страшно путешествовать в таиланде потому что я узнала как действует у них метро как ходит автобусы как найти как спросить самое главное не отчаиваться у меня в один момент практически села батарейка с навигатором у телефона я думаю ну все пипец я тут заблужусь и останусь тут в этом таиланде жить но не это язык знаете ли такие вода ведет в моем варианте до банкока то есть тайцы очень приветливый народ а если обратиться к любому из них они все расскажут и покажут даже не зная тайского может быть жестами но многие тайцы знают английский язык уж на английском я более-менее научилась изъясняться посмотрите какие клопы это похоже какие-то эпидендром и молюськи какие а вот это большая редкость в регатные дендробиумы они стоили 80 бат тиланси и ось невинные растут в таких интересных кокосах такие они чудесные а это дендробиумы какие-то наверняка смотрите какие разросшиеся куртины огромные а вот этот дендор забыл как называется кост на косточке он напоминает очень красиво цветет он но не дешевый экземпляр 350 бат ну и вот собственно хочу показать вам свои покупки с рынка чатучак я купила несколько хой вот таких деток по 20 бат интересные цветочки у них были росли взрослые экземпляры взрослый конечно же я не увезу домой я купила такие маленькие в эти лансе которые я купила по 5 бат вот такую хую я купила хая мультифлора которая стоила 40 бат приличным такого же взрослый экземпляр это я снимаю уже дома хорошо доехали мы в чемодане в багаже ничего даже не помялось вот такую хую огромную разросшийся хую я купила за 30 бат всего лишь представляете она цвела но вот уже дома осыпались цветочки пока добрались остались только одни с бутончиками еще купила вот такое интересное растение она стоила 10 бат я не знаю что это за растение может быть если кто-то знает подскажите мне такое она интересная вот эти внизу контейнеры что там хранится в них непонятно ну и вот этот ринха стилис я и спасла из той горы огромные орхидеи которые просто валялись прекрасные ринха стили здесь три экземпляра то есть три штуки ринха стилиса я купила за 40 бат в общем дорогие мои друзья цены конечно на этом рынке невероятные всем рекомендую посетить этот рынок по возможности когда вы будете на отдыхе в таиланде конечно эмоции которые я здесь испытала просто невероятны ну а вам спасибо что смотрели и слушали меня пока пока до новых встреч и до новых орхидей